Школы и детские сады области в этом году продолжат преображаться. В планах ремонт зданий и их новое оснащение. На эти цели из бюджета уже выделили 2,5 миллиарда тенге. Средства потратят не только на ремонтные работы, но и на закуп новой ученической мебели, спортивного оборудования, стем-лабораторий и автобусов для подвоза детей в школы из отдаленных поселков. На начало года запланирован капитальный ремонт в 10 организациях образования на сумму 2,8 миллиарда тенге. В 13 организациях образования предусмотрен текущий ремонт на сумму 558,6 миллионов тенге. Вместе с тем, Архимир Грижанович, требуется проведение капитального ремонта в первоочередном порядке 11 объектов образования, которые имеют положительное заключение проектно-сметной документации. Но не только организация ремонта беспокоит представителей управления образования. Перед областным ведомством теперь стоят и другие задачи. В их ведении перешли районные школы, которым требуется решить много насущных вопросов. К примеру, подвоз питьевой воды, обеспечение электричеством и теплом. Из 718 государственных организаций образования области только в половине проведены центральное газовое или электрическое отопление. Остальные отапливаются углем и другим твердым топливом. Еще одна проблема районных и сельских школ – дефицит кадров. Этот вопрос тоже намерены решать в ближайшее время. Нередкий случай преподавания одним учителем нескольких предметов. В связи с этим просим Акимов принять меры по увеличению контингента школ, в том числе за счет программы развития продуктивной занятости массовой предпринимательства на 2017-21 годы Инбе, в частности переселения граждан из трудоизбыточных регионов страны. Если новых специалистов привлечь не удастся, то таким школам предстоит либо объединиться с другой, либо вовсе закрыться. Меру называют вынужденной, но, по словам руководителя управления, она необходима для того, чтобы дети получали качественное образование. Впрочем, на желание идти в преподаватели во многом влияют условия работы. И одно из них – заработная плата. С этого года учителям ее повысили на 25%. А вот когда местные преподаватели получат доплаты, рассказала Зауре Байменова. С 25 по 29 января проведена работа по обеспечению выплаты работникам общеобразовательных школ. Это порядка 24,5 тысяч человек. Заработная плата из местного бюджета за январь месяц в сумме 2,6 миллиарда тенге. Сумма повышения заработной платы из республиканского бюджета будет произведена до 5 февраля. Помимо всего перечисленного, областное управление образования попросило в Акимате региона дополнительные средства. Это 443 миллиона тенге. Деньги намерены потратить на цифровизацию и автоматизацию образовательной системы.